Нет страшней, кто с долгим небесчастьем, и танцовая голодка. В драматическом театре Горького состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная Международному дню театра. Художественный руководитель Ефим Звенятский, режиссеры театра и его артисты поделились творческими планами и рассказали о предстоящих событиях театрального сезона. Идея поставить красивый, классный спектакль, комедию на большой сцене, чтобы зрители Владивостока могли ходить на него с какой-то периодичностью, открывая там все новые и новые для себя интересные штуки. На пресс-конференции обсудили грядущий премьерный показ комедии в двух действиях «Собака на сене», где два человека чувствуют, что должны быть вместе, но бесповоротно разделены условностями своего происхождения. «Собака на сене» — это комедия, итальянская комедия, в которой я играю роль Теодора, писаря Дианы. «Собака на сене» — это достаточно дерзкая работа, мне так кажется, потому что играть во Владивостоке в 21 веке итальянские страсти — это надо уметь. «Я даже слов не знаю для ответа, не понимаю, вас никто не звал». «Я играю главную героиню, графиню Диану, которая влюбилась без памяти в своего писаря и секретаря и всеми силами пытается его завоевать. Но есть маленькая проблема. Он никто, а она графиня. Вечная проблема несовместимости, но любовь побеждает все». Произведение по-прежнему актуально. Оно доставит радость зрителям, а актерам возможность раскрыть новые грани таланта. «Маркиз Рикардо» создан из штампов, потому что такие люди действительно существуют. И есть отсылки в пьесе. То есть в каком-то момент Диана говорит, как хорошо, что этот идиот ушел. Ну и исходя из этих каких-то вещей мы строили вот такой образ. Вместе с главными героями ответить на актуальный во все времена вопрос, кто должен сделать первый шаг на встречу любви, смогут и зрители. Премьерные даты показа объявлены на 9, 10 и 11 апреля. «У нас сейчас насчитывается 8 профессиональных театральных трупов. Я всем хочу пожелать прекрасных спектаклей, творчества, работы и всего самого хорошего». «С днем театра! С наступающим!» Екатерина Зверева, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.